Еще одна задача, с которой администратор сталкивается с точки зрения взаимодействия со свечом – настройка агрегации каналов, то есть объединение нескольких портов. Мы об этом говорили в первой теме, мол, нужно использовать два сетевых адаптера и два свеча. На самом деле можно больше портов и проводов, хоть 4, хоть 8, но обычно это либо 2, либо 4. Агрегацию каналов называют по-разному. К серверам обычно относят понятия не к тимминг, бондинг, а к свечам – эзер-чанел, порт-чанел, линк-агрегейшн и тому подобное. Но обычно под всем этим подразумевают одно и то же. Правда в линуксах есть два модуля, раньше был только бондинг, но потом добавили новый и более продвинутый вариант. В итоге при настройке вы будете натыкаться и на бондинг, и на тимминг. Оба делают одно и то же, просто тимминг немножко получше. Лак дает сразу два плюса. Во-первых, повышает отказоустойчивость. Во-вторых, пропускную способность. Насчет второго, кстати, не любая агрегация портов это позволяет, а только конкретная реализация – LACP. При этом не путайте скорость с пропускной способностью. Для одного соединения максимальная скорость будет все равно скоростью одного линка. То есть, условно, если вы будете качать один файл, то скорость будет максимум гигабит. А если несколько файлов, то они распределятся по портам и суммарно выйдет примерно 2 гигабита. Ну и нельзя делать LACP между портами с разными скоростями. LACP нужно настраивать с двух сторон, то есть и на сервере, и на свече. А на тупых свечах этого не настроить. Соответственно, для LACP нужны управляемые свечи. Но обычно это не проблема. Сервера к тупым свечам цепляют разве что в совсем грустных компаниях. Но именно в такой ситуации мы с вами и оказались. Свечи, которые дают GNS, почти что тупые. С одной стороны, в них есть настройка вланов, а это нельзя сделать на неуправляемых свечах. С другой, это всё, что они могут. Может быть в будущем мы с вами в GNS поднимем другие свечи на линуксах. Но пока мы будем довольствоваться этими. Поэтому в нашей схеме вместо LACP мы будем использовать ActiveBackup. В таком случае из двух соединений будет работать только одно. Но для примера мы настроим LACP между двумя хостами, чтобы было понимание. Для начала запустим Alma1. Нам опять придётся пользоваться консолью. Но скоро мы пересядем на удобный SSH. Посмотрим список активных интерфейсов. Так как мы подключили нулевой и первый адаптер в GNS, то первые два интерфейса в системе будут в API. EMP0S3 и S8. Используя их, нам нужно будет создать один логический интерфейс. Сегодня вместо NM2E мы будем использовать NMCLI, командной версией этой утилиты. Это будет немножко нагляднее. Помните, заходя в NM2E, мы в EditConnection видели список профилей сетей. В командной строке их можно увидеть с помощью команды NMCLI Connection Show. Network Manager по умолчанию создал для активных интерфейсов профили. И по столбику Device их можно распознать. Нам нужно будет создать новый профиль, в котором мы будем использовать эти устройства. И чтобы профили друг с другом не конфликтовали, их надо удалить. Можно даже все четыре удалить. Для этого используем опцию Delete и указываем все профили через пробел. Как видите, теперь профилей не осталось. Теперь надо создать новый профиль. Для этого используем опцию Add. При создании мы должны указать тип интерфейса. Помните, что при создании VLAN в списке мы выбирали VLAN. А тут мы выбираем Team. Дальше даем имя профилю с помощью опции ConName. Пусть будет Team S3, S8. Ну и помните, при создании VLAN мы указывали Device. Мы создаем логический интерфейс и можем назвать его как угодно. Назовем MyTeam. Ну и посмотрим, что получилось. Теперь нужно привязать EMP0S3 и S8 к этому тимминг интерфейсу. Для этого надо создать два новых профиля с типом TeamSlave. В них указываем имена интерфейсов, которые будут входить в группу портов. IfName EMP0S3 и S8. Также после мастер указываем имя общего интерфейса. MyTeam. Еще раз проверим, что получилось. Как видите, теперь тут три профиля. Теперь все, что касается IP адресов и прочего, нужно настраивать на мастер интерфейсе. То есть на профиле TeamS3 и S8. Начнем с раннера. Это, собственно, механизм, как несколько интерфейсов будут работать вместе. Тот же самый LACP или Active Backup. Есть и другие раннеры, но они специфичны и используются не так часто. Можете почитать о них по ссылке. В нашей ситуации нужно выбрать Active Backup. Итак, в профиле TeamS3 и S8 меняем раннер на нужный. Ну и напоследок пропишем IP адрес в этом профиле. Также мы должны указать метод получения IP. Manual. Помните, мы в NM2E меняли автоматик на Manual. Здесь то же самое. Чтобы увидеть все возможные настройки интерфейса, можно посмотреть его с помощью опции Show. Мы вроде все настроили, но для проверки нужен второй хост. Давайте подключим к этой же сети Alma2 и на ней настроим такую же сеть. Для начала посмотрим список всех профилей и удалимых. Затем можно в одну строчку создать Teaming Интерфейс со всеми нужными параметрами. Ну и добавим к этому мастеру слейв интерфейса. И посмотрим, что получилось. Осталось на обеих хостах поднять профиль, чтобы настройки применились. И убедиться, что появился интерфейс и на нем есть IP адрес. Ну и вернем настройки свеча в исходное положение. То есть уберем VLAN и Trunk Интерфейс. Теперь попробуем пингануть Alma2 с первого хоста. Все пингуется, значит связь есть. Мы говорили, что при Active Backup работает только один интерфейс. С помощью утилиты TeamDKTL мы можем посмотреть информацию о Teaming Интерфейсе. Обратите внимание, что утилите нужно указывать имя интерфейса, а не имя профиля. Здесь мы видим, что для этого интерфейса в качестве раннера используется Active Backup, что оба интерфейса в API и что активным является EMP0S3. На второй Alma ситуация та же, то есть активный интерфейс EMP0S3. Мы помним, что интерфейс EMP0S3 это E0 в GNS. Оба хоста этими интерфейсами идут к свечу 1, то есть сейчас все проходит через свеч 1. Для наглядности, давайте в GNS испортим провод, идущий от Alma 1 к первому свечу. Но сперва запустим пинг к хосту 2, чтобы увидеть, как себя ведет сеть. Затем нажмите правой кнопкой мыши на кабеле и нажмите Suspend. Вернемся к Alma 1. Как видите, в момент пинга мы увидели ошибку с адаптером EMP0S3, а затем пинг продолжился. После остановки пинга в результате видно, что была потеря пакетов, но небольшая, всего 1 пинг. Для большинства случаев потерять пару пакетов не критично. Сеть в целом сделана так, чтобы потерянные пакеты потом в любом случае дошли. Если еще раз глянуть вывод команды TeamDKTL, то можно увидеть, что EMP0S3 теперь недоступен, и вместо него активным стал EMP0S8. Теперь Alma 1 видит только свеч 2. Но на Alma 2 по-прежнему активен интерфейс E0, поэтому он обращается только к свечу 1. В итоге пакет от Alma 1 идет сначала на свеч 2, потом на свеч 1 и только потом на Alma 2. Давайте еще раз запустим пинг, но теперь вырубим кабель, идущий от второй Alma к первому свечу. И опять мы потеряли один пакет. Теперь для общения между хостами остался только второй свеч. Ну и после восстановления обоих проводов TeamDKTL показывает, что оба линка доступны. Теперь настроим LACP. Как вы, возможно, догадываетесь, отличий в настройке вообще не будет, кроме опции TeamRunner. Поэтому для разнообразия Alma 2 подключим сразу двумя тимминг-интерфейсами. Актив бэкап будет смотреть на свече, а LACP будет смотреть на третью Alma. После подключения на Alma 2 мы увидим, что интерфейс EMP0S9 и S10 поднялись. А дальше те же команды создания тимминг-интерфейсов и слейвов. Разве что для имени интерфейса придумываем другое название – MyTeam2. Указываем runner LACP, ну и другой IP-адрес. И на слейвах мастером указываем MyTeam2. Мои названия MyTeam и MyTeam2, конечно, не лучшие. В реальной среде обычно называют Team0, Team1 и так далее. Но для наглядности я использовал такие названия, чтобы вы отличали имя профиля в Network Manager от имени интерфейса. Ну и на Alma 3 всё по той же схеме. Очищаем профили, создаём профиль с тимминг-интерфейсом с раннером LACP и создаём слейвы. Понимаю, что в консоли со шрифтами беда и неудобно читать. Но для настройки SH нужно было бы настроить сеть и NAT, а это будущие темы. Поэтому не хотелось прыгать вперёд. После настройки сети пробуем с Alma 3 пингануть второй хост. Всё пингуется, значит сеть работает. Давайте ещё на Alma 2 посмотрим TeamDectL на второй интерфейс. Как тут видно, в качестве раннера выбран LACP и оба интерфейса в API. Ну и давайте тестировать. Я запускаю пинг. Потом вырубаю один из линков в GNS. Жду пару секунд. Врубаю его. Потом жду ещё пару секунд, чтобы первый интерфейс пришёл в себя. Затем выключаю второй линк. Опять жду. И опять включаю. И, как видите, по результатам пинга ни одного потерянного пакета. То есть всё работает идеально. Поэтому LACP более предпочтительнее в рабочей среде. Но в крайнем случае, даже с тупыми свечами, можно настроить отказустойчивость через Active Backup. Что касается одновременной настройки никтиминга и фланов, то сначала следует создать тимминг-интерфейс. А уже потом использовать его в качестве интерфейса для вланов. Для примера создадим второй влан. И пустим его между Alma1 и Alma2. Сначала надо на обоих свечах на портах 0, 1 и 2 выставить тип .1q. Эти свечи не умеют пропускать только два влана. Поэтому они пускают либо один, как стоит по дефолту, либо все. Но вот мы сейчас всё и разрешаем. При этом первый влан остаётся не тегированным. Дальше на Alma1 и 2 создаём через nmcli профили с типом влан. Обратите внимание, что при создании я указываю интерфейс, поверх которого будет влан. DevMyTeam. И ID этого влана. ID 2. А имя профиля и адреса всё по стандарту. Ну и посмотрим список полученных интерфейсов. Как видите, профили создались. Ну и пинги тоже работают. То есть всё, как мы и хотели. Суммируя всё, что мы сегодня сказали, вам нужно будет создать показанную схему. То есть подключите три хаста к двум свечам, используя ник-тимминг в режиме Active Backup. И настройте на этих интерфейсах три влана с тремя сетями. Ну и конечно же убедитесь, что всё работает. Что все друг друга пингуют по всем трем сетям. Потом поотключайте провода и проверьте отказоустойчивость. Подводя итоги. Сегодня мы с вами разобрали, что такое ник-тимминг, научились его настраивать, разобрали разницу между Active Backup и LACP, даже научились пускать влана поверх агрегированного интерфейса. И пусть вас не пугают команды, они хоть и длинные, но довольно простые.